Ферит? Ты кто такой? Ферит! Ферит, не трогай! Отведи её в машину, сейчас же! Ферит! Ферит, перестань! Госпожа Сейран, сядьте в машину! Это ты кто такой, богатенький ублюдок? Ферит! Не трогай его! Что ты такой? Что ты делаешь рядом с моей женой? Отпусти его! Не трогай меня! Не трогай, я сказала! Ферит! Госпожа Сейран, сядьте в машину, пожалуйста! Я сказала! Ферит, не трогай его, слышишь? Отпусти его, я сказала. Отпусти его! Не трогай его! Его? КОНЕЦ Я скажу кое-что, Ферит. То, что ты там увидел, то есть, это не то, что ты подумал, правда? Что ты говоришь? Что ты рассказываешь? Не то, что подумал, не то, что увидел. Ты другие слова знаешь? Прости. Я вынуждена была встретиться с ним. Когда ты пришел, мы с ним спорили. Почему была вынуждена, Сейран? Кто он? Кто? Я спросил. Он тебе угрожает? Разве я не просил говорить мне, если что-то произойдет? Я не смогла, Ферит. Я не смогла рассказать. Это был последний раз. Мы встретились в последний раз, правда? Неужели? Мне полегчало, знаешь. Я не должен сводить с тебя глаз? Я не могу тебе доверять? Это тебе не отцовский дом, Сейран. И тем более не Антеп. Это Стамбул. А ты, Сейран Корхан. Когда ты это поймешь? Когда ты привыкнешь? Ты лгунья? Если бы хоть немного была уверена в своей правоте, разве ты молчала бы, опустив голову? Говори мне! Кричи! Ругайся! Почему ты молчишь, Сейран? В кого ты меня превратила? Я ненавижу себя из-за тебя. Иди умойся и приди в себя, Сейран. Сейран! Сейран! Ты в порядке? В порядке. В порядке. Ты договорил? Договорил. Господин Ферри, ты там? Извините, господин Латиф, что-то случилось? Господин зовет вас к себе. Вас? Вас обоих. Весьма важный разговор. Хорошо, сейчас придем. Музыка. ГОВОРИТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕДАЛЬЯ Я вовремя. ВЫСТРЕЛ КОНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ Спасибо, Ферид. За то, что рядом с дедушкой… Ферид! Ферид, ты в порядке? Ферид! Держись за меня! Иди сюда! Ферид! Убери руки. Ферид! 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 Ферид, ты в порядке? Ты слышишь меня? Ферид! Ферид, открой глаза! Ферид! Шприт! 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 Мой шприт! Хорошо, сейчас. Несу! 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 Подожди! Подожди! Ферид! Возьми! Игла! 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 Подожди! Игла! Сейчас принесу! Её нет! Ферид, её нет! Ферид, Иглы нет! Позвони Аби! Позвони Аби! Я бы не ввязывался в эти дела! Я пойду на кухню, потом поговорим! Мы-то поговорим! Но ты хорошенько подумай! Брат Абедин! Брат Абедин! Что? Я не могу зайти в систему! Ты разговаривал с техником? Разговаривал, разрешили! Не отвечает! Не отвечает, Ферид! Я звоню твоим родителям! Не вздумай звонить! Не вздумай! Бардачок! Я видела там Иглу! Я сейчас! Сейран, все поймут! Пусть поймут, Ферид! Сейран, я в порядке! Ферид! Ферид! Хорошо? Спасибо большое! Лёгкой работы, братец! Слушаю, госпожа Сейран! Брат Абедин! Ферид потерял сознание! Он сейчас внутри! Что мне делать? Я нашла инсулиновый шприц, но... Он сейчас в сознании? Кажется, в сознании! Не знаю! Иглы нет! Понимаете, Иглы нет! Что мне делать? Аби! Уж никто не знает! Не подавай виду! Хорошо! Я сейчас же приду, госпожа Сейран! Хорошо! 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 Быстрее! Абедин! Слушаю вас! Что такое? Почему ты такой взволнованный? Я иду к господину Фериду! С Феридом что-то случилось? Нет! Всё хорошо! Он просил зайти! Хорошо! Значит, не срочно! Заходи! Поговорим с тобой немного! Что мне делать? Что мне делать? Что же мне делать? Что же мне делать? Что же мне делать? Ферид? 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 Ты слышишь меня, Ферид? Ферид? Ферид, ты слышишь меня? Хорошо! Я здесь! Я здесь! Не волнуйся! Не волнуйся! Прошу тебя! Положи вот сюда голову! Давай! Давай! Брат Абедин сейчас придёт! Не волнуйся! Ферид! Я рядом! Где же он? Ферид! Всё пройдёт, Ферид! Я в порядке! Брат Абедин сейчас придёт и всё закончится! Не волнуйся! Прости, Ферид! Это всё из-за меня! Ферид! Где вы были? Ферид, парень! Приди в себя, Ферид! 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 Ты в порядке? В порядке! Всё в полном порядке! Вернулся в норму! Слава Богу! Госпожа Сейран! Можете намочить полотенце? Я протру ему лицо! Конечно, конечно! Сейчас принесу! Зачем ты отправил девушку в ванную? Парень, сахар немного упал, но не настолько, чтобы потерять сознание. Если тебе нехорошо, отвезу тебя к доктору. Нет, нет, я в порядке. Голова закружилась немного, зашатался. А потом воспользовался случаем и подыграл. Что ты сделал? Подыграл. Не пожалел её. То есть притворился? Нет, ничего подобного. Ты разве не измерил, не сказал, что сахар упал? Скажем, я предпочёл не вставать, а полежать немного. А? Парень, девушка испугалась, жалко её. Забудь, ничего не случится. К тому же я сказал, что в порядке. Не сказал, что мне плохо. Ну что ты за человек? Нет, нет. Она за мной присмотрит. Не бросит меня. Валах, не беспокойся. Прошу. Я принесла вашу еду. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо, султан. Господин Ферит, мы можем немного поговорить? Я ухожу, султан. Что случилось? Именно поэтому лучше не уходите. Это важно. Да? Мы можем поговорить наедине? Я буду на террасе. Я знаю, ты думаешь, что я никак не отстану от тебя. Но просто так получается. Ладно, не зли сразу. Послушай. Господин приставит к тебе человека. Господин Латиф может приходить сюда ночью для контроля. Что ты говоришь? Кто это сказал? Какая разница? Не важно, кто сказал. Абедин знает об этом? Он тоже под прицелом. Думаю, ты должен его предупредить. И будьте внимательны. Но ты от меня ничего не слышал. Хорошо. Спасибо. Похоже, мы не смогли увидеть дедушку. Как это? Вот так. Будто этого всего было мало. Еще и людей приставил, чтобы следить. Ты счастлива? Ферит. Я не знаю, насколько ты меня слышишь или понимаешь. Но я правда не хотела, чтобы так вышло. Правда. Я не знаю, сколько еще я буду просить прощения у тебя. Ладно, ладно. Иди поужинай, еда остывает. Я ничего не хочу. Побуду немного один. Ты с утра ничего не ел. Пойдем, поешь немного. Потом побудешь один. Пойдем. Давай, пойдем. Ладно. Все равно больше не хочу спорить. Музыка. Ладно. Ладно. Суп будешь? Спасибо, не хочу. Спасибо. Хотя бы несколько ложек съешь, тебе станет лучше. Что за суп? Чечевичный. Что там еще есть? Еще есть лосось. Нет, Сэран, мне правда не хочется. А ты сама поешь, не обращай на меня внимания. Если ты поешь, то и я тоже буду есть, обещаю. Давай. Ладно. Пару ложек съем. А вода есть? Сейчас принесу. Суп очень вкусный. Они передумали сдавать вам в аренду дом по той сумме. Поэтому они предложат что-то новое. Как это? То есть он посоветовался с семьей и решил, что эта сумма не подойдет. Вот и все. Что это значит? Я тоже не понял, отец. Позвоним ему еще раз. Конечно, конечно. Нет, нет. Не будем обсуждать работу за столом. Позвонишь в другое время и в другом месте. Сначала позвони адвокату, Фуат. Хорошо, отец. Что происходит? Слушай меня. Ты назвала мою сестру провинциалкой? Что ты делаешь? Отпусти. Отвечай. Отпусти. Мне больно. Послушай. Сейран милая девушка. Но я не такая. Это не она. А я провинциалка. И я тебя так изобью, что ты все деньги своего отца потратишь на пластические операции. Поняла? Я буду кричать. Кричи. Кричи. Слушай меня. Больше не смей оскорблять мою сестру. Иначе я тебя уничтожу. Это мое последнее предупреждение. Поняла меня? Поняла меня? Сумасшедшая. Больная. Сейран, что случилось? Это злит, да? Поговорим об этом дома. И дома поговорим. Но ты сначала успокойся. Не будем садиться за стол в таком состоянии, хорошо? Если помнишь, я не сдал тебя дедушке. Я тоже не сдала тебя дедушке. Если помнишь. Хорошо, я помолчу. Просто успокойся, пожалуйста, хорошо? Я и так спокойна. Сестра вернется, и мы пойдем. Она сказала, что нас ждут за столом. Браво, сейран. Вы две сестры Лгунии. Браво. А ты капитан команды. Ну, рассказывай. Что? Мы же договорились, что дома поговорим. Угу. Я об этом и говорю. Ты забыл? Как ты мог позвать Пелин туда, где находятся мои сестра и отец? Она еще и к нашему столику подошла. Бессовестная. Во-первых, спасибо, сейран. Во-вторых, я правда не знал, что Пелин придет. Сегодня наша третья годовщина, она захотела устроить сюрприз. Третья годовщина, значит? Ну, надо же. Значит, в этом мире есть человек, который смог терпеть тебя три года. Сегодня ночью даже ты не сможешь испортить мне настроение. Не будь так уверен. Что с тобой? Почему этот случай так напряг тебя? Почему так напряг? М-м-м. Ты устроил скандал из-за того, что я встретилась с Юсуфом. Но сам можешь сделать все, что хочешь. Как хорошо. Я с самого начала был с тобой честен, сейран. Сколько раз говорить об этом? То есть речь об этом? О честности? Да. Ты же поняла. Давай закроем эту тему. Может, выпьем чего-нибудь, а? Надо же. Значит, ты можешь так быстро закрывать эти темы, да? Как здорово. Что с тобой случилось? Опять обиделась? Хорошо, что утром помогла. Не только это, Ферит. Не только это. Я и внизу не сдала тебя. В этом рисунке есть и моя рука. Мой труд. Я же сказал спасибо, сейран. Мы в расчете. Что мне еще сделать для тебя? Если ты будешь вмешиваться в мои дела, то и я отныне буду вмешиваться в твои дела. Если я не могу встречаться с Юсуфом, то и ты не можешь встречаться с Пелин. Хорошо? Таков будет наш договор. Ты, наверное, шутишь. Я стараюсь не злиться. Но ты, наверное, на зло это делаешь. А ты разве не честности хотел? Вот тебе и честность. Каждый раз, когда ты будешь ходить к Пелин, каждый раз, когда ты будешь с ней, я буду ходить к Юсуфу. Если тебя это устраивает. Видишь? Я честна с тобой. Что с тобой случилось? Для тебя же ничего не значили мои встречи с Пелин. Тебе даже нравилось? Что изменилось? Или начала потихоньку ревновать меня, да? Ну что ж, посмотрим, кто кого ревнует. Надо же! Хорошо, хорошо. Потихоньку показываешь себя. Начались обиды возлюбленной. Климат Стамбула пошел тебе на пользу. Скорлупа фисташки треснула. Давай. 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 Доброе утро. Что-то случилось? Что случилось? Утро наступило. И тебе доброе утро. Результаты плохие. Ты смотрела? Какие результаты? Сегодня стали известны результаты экзаменов. Ты не в курсе? Нет. Ты серьезно? Да. Я серьезно, сэрран. Хотел, чтобы ты от меня услышала. Постой. Через телефон нельзя. Давай посмотрим через компьютер. Я не буду издеваться, обещаю. Давай. Не нужно. Отсюда посмотрю. Сэрран. Давай посмотрим здесь. Не нужно, я же сказала. Посмотрю отсюда. Вместе посмотрим. Что случилось? Не открывается. Долго загружается. Посмотрим отсюда, сэрран. Секунду. Нет, очень долго. Не открывается. Не получилось. Давай. Вместе посмотрим. Как муж и жена. Держись подальше. Сэрран, результаты экзамена опубликовали. Я еще не смотрел. Сообщу, когда посмотрю. Что ты делаешь? Стой, стой. Еще что отправил? Сэрран, результаты лучше, чем я ожидал. Я точно поступлю в хороший университет. Ты ненормальный? Отдай телефон. Отдай. Возьми. Поздравляю. Поздравляю. Я тебе вчера все сказала. Хорошо. Я согласен. Пелин уйдет из моей жизни, а Юсуф из твоей. Мы оба знаем, что ты такого не сделаешь. Поэтому не болтай попусту. Я сделаю, Сэрран. Я серьезно. Я принимаю твое вчерашнее предложение. Хорошо. Пусть будет так. Открылась. Я знала, что ты получишь такой бал. Поздравляю, дочка. Большое спасибо. А ты ожидала такой результат? Я не думала, что получу такой высокий бал. Это лучше, чем я ожидала. Сэрран, наверное, ты теперь сможешь поступить в любой университет, да? Превосходно. Феррит. А ты что думаешь по этому поводу? Ты молчишь. Если честно, я немного запутался, дедушка. Надо же. И почему? Мы с Сэрран поговорили, но... Даже не знаю, правильно ли обсуждать это за столом. Говори. Мы все знаем, что ты ждешь от нас внука, дедушка. По правде, мы тоже хотим ребенка. Мы решили, что будет трудно совмещать учебу с беременностью. Сэрран сдаст экзамен, когда захочет. Сможет учиться, когда пожелает. Поэтому мы решили, что сначала мы должны подумать о пополнении в семье. Мы так решили, дедушка. Молодцы. Вы приняли самое правильное решение. Сэрран, дочка, молодец. Как-никак, ты невестка в этом доме. Место учебы для невестки — это ее дом. Там она учится. Учеба, работа — это все не так важно. Все это будет со временем. Вы не разочаровали меня. Спасибо. Сэрран. Дочка, ты ничего не сказала? Извините, господин, я не могу так спокойно обсуждать такие темы, как Феррит. Все в порядке. Ничего, продолжайте завтракать. Приятного аппетита. ПОДПИСЬ. ВЫСТРЕЛ, ВМЕРАЛЬ. ДОЛЬТЕ Следовательно. ДОЛЬТЕ葉. С香рови. ТОНЕЦ НРИЛЮЩИЕСКАЯ. ВЫСТРЕЛ, ВЫСТРЕЛ. Что ты делаешь? Что ты делаешь, а? Я думала, насколько плохим ты еще можешь быть. А теперь вижу, ты становишься только хуже. Ты сама этого захотела. Что я захотела? Что я захотела? Что? Моя единственная мечта в этой жизни – это учиться. Моя единственная мечта. Ты не понимаешь? Иди, поговори, исправь эту ситуацию. Успокойся. Это мечта прежней, Сейран. О чем ты еще могла мечтать в доме отца? Я предлагаю то, что получше твоей мечты, Сейран. И что же это? Ты будешь госпожой этой семьи в будущем. Мы будем продолжать этот род. Что еще нужно? Я сойду с ума! Я сойду с ума! Какой род? О каком ребенке ты говоришь? А? Ты, наверное, спутал меня с Пелин. Это мечта таких девушек, как она. Понятно? Они моя. Пустые слова. Пустые слова. Сколько, по-твоему, могла продолжаться эта игра в брак? Ты можешь уехать к отцу? Нет. Можешь перечить моему дедушке? Нет. Ты стала невесткой семьи Корхан и пользуешься всеми привилегиями. А мы еще должны дать тебе образование. Конечно. Что-нибудь еще? Я тебя ненавижу. Ты подлец. Ты мне противен. Сказала бы эти слова только что внизу. Результат был бы другим. А теперь ты обязана подарить моему дедушке внука, Сайран. Точка. Я никому ничего не обязана. Понятно? Скажем, что не получается, и тема закроется. Все так просто. И вообще, этот брак даже... Он ненастоящий. Кто сказал, что этот брак ненастоящий? Ты подделала подпись во время регистрации брака? М? Ты теперь моя жена, Сайран. Пойми это. Отныне будем делать то, что требует брак. И разве... Мы с тобой не договорились? Теперь у меня только... Одна жена. В моей жизни... Теперь будешь только ты. И только ты единственная. Я поняла. Поняла. Хорошо. Договора нет. Он отменяется. Пусть будет так, как ты скажешь. Ладно? Встречайся. С кем хочешь и где хочешь. Хорошо? Я никому не скажу. Обещаю. Я не буду ни с кем видеться. Хорошо? Обещаю, Ферит. Пожалуйста. Пожалуйста. Иди исправь эту ситуацию. Что случилось, Сайран? Только что я был подлецом. Был противен. Ты меня ненавидела. А теперь что стало? Хотя я был готов до конца поддерживать тебя. Но я не позволю держать меня за дурака, Сайран. Меня на работе сделали подмастерьем. У меня отняли свободу. Я терплю твоего отца и тетю. Но ты еще говоришь, чтобы я не виделся с Пелин. И этот парень до сих пор может тебе писать. Словно шутка. Ты его даже не заблокировала. Господин Ферит, это Латиф. Да, господин Латиф. Господин позвал вас обоих к себе в кабинет. Хорошо, сейчас прием. Собирайся, красотка из Антепа. Дедушка позвал. Я слышала. Скорее всего, будет говорить на эту тему. Пожалуйста, две минуты. Сыграй роль взрослого человека. Прошу. Всего две минуты. Всего две минуты. Послушай. Будет так, как ты скажешь. Я сделаю все, что ты скажешь. Сайран. И учеба, и беременность. Ты хочешь, чтобы я умоляла тебя? Ты этого хочешь? Скажи. Угу. Хорошо. Хорошо, я сделаю то, что ты хочешь. Ферит. Единственная моя цель в этой жизни – это учиться. Понятно? Пожалуйста, исправь эту ситуацию. Обещаю. Обещаю, что отныне все будет так, как ты хочешь. Прошу. Ладно, ладно. Посмотрим. Пойдем за мной. Ты исправишь ситуацию! Ты исправишь ситуацию! Да пусти, ты что делаешь? Слышишь? Ой, 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 ой! Найдите. Ты звал нас, дедушка? Ты завтра. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Что это значит? Она напала на Пелин. Не делай вид, что не знаешь. Ну надо же, моя дорогая. Как же жалко бедную Пелин. Не успела опомниться, как сразу же пожаловалась тебе на мою сестру. Бедная Пелин. Ну надо же. Сейран. Что? Что, Сейран? Ты опять пошел к своей милой и единственной и провел с ней время. А теперь пришел сюда и даже не краснее нападаешь на меня. Да? Что за пустой разговор? Почему мы постоянно спорим? Твой любимый внизу. Беги к нему. Живо. Возьми его за руку, побудь рядом. Он же так долго ехал сюда. И ему нужна поддержка. Осмотришь его рану и сделаешь перевязку. Беги же. Слушаю, Абедин. Алло, ты где? У себя в комнате. Сейран тебе что-нибудь рассказывала? Что-нибудь случилось? Нет. А что она должна рассказать? Братец, ее отец психопат. Ты же вроде говорил, что он много болтает, но в машине он и слова не вымолвил. Госпожа Суна тоже была не в себе. Она вся тряслась, когда выходила из машины. Как бы он не сделал ей чего плохого. Хорошо, Абедин. Я сейчас поговорю с Сейран. А ты возвращайся. Фирид, ты сможешь все уладить? Откуда я знаю? Сейчас посмотрим. Все, пока. Сейран. Что? Сегодня что-то случилось? Звонила Абедин, когда твоя сестра выходила из машины, она выглядела плохо. Сейран? Сейран? Что с тобой? Что случилось, Сейран? Расскажи. Давай что-нибудь придумаем. Сейрана, сестра, сегодня разговаривала с Юсуфом. Нас увидел отец. Твой отец может навредить ей? Давай поедем туда. Твой отец. Уже поздно. Субтитры делал DimaTorzok Кому это вы там потакаете? Не надо! Значит, этот негодяй набрался смелости и пришел туда? Отец, мы его не знаем! Клянусь, мы ничего не знаем! Клянусь, ничего не знаем! Отец, прости! Отец! Тогда о чем вы там разговаривали с этим незнакомцем? Отец, прости! Кроме вас некому было отчитать его? Хотите, чтобы я стал убийцей за вас? Прошу, не надо! Да я тебе сейчас... Прошу тебя, не надо! Тетя! Что опять такое? А ты как думаешь? Она так опозорилась в Антепе, так теперь в Стамбуле позорится! Успокойся! Соседи услышат и опять будут звонить свату! Ай! Пусть звонят кому хотят! Они у меня все попляшут! Успокойся! У тебя телефон звонит! Сначала ответь на звонок! Вы меня уже доконали! Только посмотрите на меня! Я дрожу от злости! Зачем мне звонит зять? ТЕЛЕЗА Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! ТЕЛЕЗА 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 Да, зять! Господин Киазым, вы вернулись домой? Да, господин Ферид. Мы приехали. Что такое? Можете дать телефон Суне? Я хочу кое-что спросить! Суна занята. Скажи мне, я передам. Я пришёл домой, а Сиран плачет. Хочу спросить у Суны причину. Откуда ей знать, брат? Утром она неважно себя чувствовала. Обиделась на что-то. Суна-то откуда знает? Господин Кязым, когда вы вернётесь в Антеп? Что это значит? Зачем нам уезжать? Некрасиво с твоей стороны. Каждый раз при виде вас, моя жена дрожит от страха. Думаете, я не заметил? А сейчас она боится из-за своей сестры. В чём причина? Я же их отец. Когда станешь отцом, всё поймёшь, сынок. Отца любят и уважают, а иногда боятся. В этом нет ничего страшного. Хорошо. Сегодня что-то произошло, чего я не знаю. Почему они так боятся вас? А что именно? Я... Я бы сразу тебе сказал, зять. Если ты мне не веришь, я успокою тебя. Завтра у Фуата будет собрание. Туда пойдёт Суна. Пойдёшь к ней и спросишь сам. Если мне не веришь. Хорошо. Спасибо. После этого я отвезу их на обед. Если вы позволите. О Всевышний... Если тебя это успокоит, пусть так и будет, зять. Благодарю. Не волнуйся. Сегодня он ничего не сделает твоей сестре. А впредь подумает дважды, прежде чем сделать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если ты постоянно лжешь мне, расхлебывай все сама Ферит, приехал отец Сестра хотела поговорить, чтобы отец не увидел Юсуфа Поэтому мне пришлось с ним разговаривать И все? Вы больше меня не обманывали? А что было до этого? Ты же встречалась с Юсуфом, ты уже все забыла? Ферит, ты вечно меня упрекаешь А ты заметил, что постоянно говоришь об одном и том же? Я еще любезен с тобой Скажи спасибо, что терплю Вы же никак не образумитесь Что опять устроили внизу? Я же тебе уже сказала Мне с ним пришлось поговорить из-за сестры И вы решили Эту проблему Поздравляю, вы с сестрой никак не угомонитесь? Еще смеешь мне что-то говорить про Пелин Ты нам только что помог И поэтому я просто промолчу, ясно, Ферит? Не молчи Не держи в себе, скажи Хорошо, тогда вернемся к нашему соглашению Теперь ты тоже не будешь встречаться с Пелин Посмотрим, выдержишь или нет Если уж тема про учебу закрыта Что за бред, Сейрон? А что такое? Не устраивает? А? Умрешь, если не будешь встречаться с Пелин каждый день? Ну? Сейрон, при чем здесь Пелин вообще? Не понимаю я тебя При всем? Я вообще не буду смотреть в сторону Юсуфа Не буду с ним разговаривать И буду слушаться тебя Кстати, я даже не буду учиться А ты что сделаешь взамен, а? Будешь жить дальше, как ни в чем не бывало? Прекрасно Ничего подобного Впредь и ты не сможешь видеться с Пелин Понятно? Хорошо Раз уж так Теперь будет так Куда я, туда и ты Всегда будем вместе Согласна? Согласна Честно Честно То есть точно? Точно Тогда договорились Договорились Иди сюда Ферит, что ты делаешь? Мы же договорились, куда я, туда и ты Отстань от меня Ты такая милая, Сиро Мама отправила сообщение Дедушка не спустится на ужин Написала, что мы можем поужинать в комнате У меня аппетита нет У меня тоже Из-за вас я потерял аппетит Ферит, пожалуйста, давай больше не будем ругаться Пожалуйста Мы же уже договорились Все, успокойся Нет, будто мне нравится каждый день ругаться Тогда почему мы это делаем? А ты как думаешь? Разве все это нормально? М? Твой бывший парень устроился к нам на работу Извини Ты прав Будто бы все у нас нормально И только это ненормально, да? Твоя любовница зашла в комнату через крышу Мало того, она нагло припелась сюда Так еще через крышу Ты понимаешь? Я с первого дня был честен с тобой Я все тебе рассказал А ты все скрыла от меня Опять заладил, как старый магнитофон Я был честен с тобой с первого дня Мне нечего было тебе сказать, Ферит К тому же все это произошло без моего ведома Юсуф творит ненормальные вещи Неужели ты не видишь? У него подорвано психическое состояние Если бы он был здоров, он бы сам все понял Что он должен понять? То, что я не хочу быть с ним И что все это добром не кончится Ммм Но сестре ты так не сказала То есть как? Что я не так сказала сестре? Что любишь его? Ты вчера сказала, что сделала все ради него О чем ты, Ферит? Кто тебе это сказал? Птички напели Птички напели? Тогда скажи Тем самым птичкам Чтобы не клеветали больше Пусть будут смелыми И пусть скажут мне Прямо в глаза А я уже им отвечу Спокойно, чемпион Не злись Таковы дела сердечные Не знаешь, на что нарвешься Слава Богу, мое сердце знает, чего хочет Не то, что твое Не может определиться Вот тебе Опять в тебе демоны проснулись На тебе Сейро Ты уже проснулась? Доброе утро Доброе утро Собирайся Мы уходим Я всех предупредил Ферит, что за глупости с самого утра? Куда мы уходим? Что ты опять придумал? Сначала на завтрак А потом на тренировку Мы же вчера договорились Куда я Туда и ты Так что одевайся Сколько раз тебе еще повторять? Я по утрам не завтракаю Я не завтракаю Я по утрам не завтракаю Сам завтракай Ты так говоришь А сама за столом Закидываешь кусочки в рот Я все вижу Тогда я купил тебе бублик Ты его разорвала на кусочки Как мышка Ты неуравновешенный Мы вправду выйдем с тобой Будто бы ничего не случилось Сейрон, в этом доме Всегда что-то происходит С первого дня нашей семейной жизни Каждый день что-то случается Поэтому не думай об этом Собирайся Летс го Невозможно понять тебя Невозможно Сейрон Вокруг нас Очень много проблем Которые негативно влияют на нас Мы все это видим Но не можем Даже по-человечески поспорить И в конце дня Мы страдаем больше всех Давай выйдем из дома Развеемся Немного Хоть успокоимся А потом сядем И спокойно поговорим Хорошо? Я же не зря говорю Что тебя невозможно понять Иногда ты разговариваешь Как взрослый человек А иногда ведешь себя Как восьмилетний ребенок Да И этого парня зовут Ферит Корхан И по нему сохнут все девчонки Не хвастайся Не хвастайся Ладно Я готов Осталось пять минут Стой Что мне надеть? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok